Какой отдых в одном из самых дешевых отелей Шарм-Аль-Шейха? Это, конечно, первая береговая линия. Это безветренная бухта. Легкий монтаж никто не отменял. Ну, это уже какой-то, не знаю, маразм. Не делайте, как я. Друзья, всем привет-привет! С вами, как всегда, Ксюша. Нахожусь я сейчас в Египте, в своем любимом солнечном Шарм-Аль-Шейхе. И отдыхала в отеле Дабл Три Бай Хилтон Шаркс Бэй 4 звезды. И каждые сутки проживания обходились мне в 70 долларов. На этом моменте солнечных видов вам в ленту. Ну, а я сейчас буду направляться на ресепшн. Отдавать ключи от номера и полотенец. Посмотрим, касательно браслетиков срезают или нет. Сегодня у нас с вами будет очень насыщенный день. Ну что, готовы? Поехали! Кстати, привезли меня выселяться также на вторую линию ресепшн. И ремешок со мной, браслетик. Так что мы, друзья, остаемся с вами гостями отеля. И можем пользоваться все причину до тех пор, пока за нами не приедет трансфер. Ура! Доехала я до отеля, в котором буду жить. Такси я вызывала через приложение InDrive. И поездка мне обошлась в 195 фунтов. Это 4 доллара. Один доллар я оставила еще девушке-таксисту на чай. Итого 5 долларов. Да, меня удивило, конечно, что заказ мой приняла девушка-таксист. И приехала я в отель Charm Plaza отель 4 звезды. Раньше это была пятерка, сейчас это отель 4 звезды. И каждые сутки проживания будут обходиться мне в 39 долларов. Я приехала без 15 час в 2 часа по международным нормам заселения. Посмотрим, как меня заселят в одном из самых дешевых отелей Шарм-Аль-Шейха. Давайте же будем проходить. Мой чемоданчик уже забрали. Возле входа нас встречает такая вот зелень. Обожаю зелень. И вот и мой чемодан. Здравствуйте! Проходим. Так, где у нас ресепшн? То, что вижу сама, показываю вам. Ой, здесь так пахнут аромасвечи, а ресепшн у нас прямо. Я посмотрела налево, направо, а оказывается он прямо. Такой вот фонтан, фонтаны, аромасвечи. Так, буду я пробовать заселяться. Легкий монтаж никто не отменял. На ресепшне живые цветы. Обожаю. Но они не пахнут. Но красиво. Сейчас делают ксерокопию моего паспорта. Также дальше живые цветочки. Так, мне срезают мой старый браслет. Опа! И сразу после ксерокопии паспорта анкетки одевают. Ребята, чудеса в Египте никто не отменял. Сразу заселили. Показало, что одели браслетик. Так, и сейчас меня будут провожать к моему номеру, моим апартаментам. Так, меня уже заселили. Видела я свой номер, свои апартаменты. Обязательно вам покажу. А сейчас я направляюсь в ресторан на обед. До 14.30 длится обед. Так, самое главное запомнить, как меня вели. Помню, был лифт. Сейчас буду разбираться и включусь. В марокканском стиле отель. Здесь вот ленивая река. Да, в общем, ребята, будем смотреть, какой отдых в одном из самых дешёвых отелей Шар-Мальшейка. Я напоминаю, что он находится в бухте Гарденс Бэй. Летняя площадка большая. Где-то здесь должен быть ресторан. Вот, скорее всего, вход. И показываю, как всё выглядит здесь. Очень много посадочных мест. Такие вот челаут-зоны. По территории вазончики. Такие вот в горшках даже банановые листья есть. То, что касается столиков, чистое. Также вот плетёное, совершенно старое кресло. Но они удобные. Я такие кресла видела, кстати, по многим отелям. Их здесь много. Также вот диванчики есть. Так, и надеюсь, я правильно пришла. Здесь должен быть ресторан. Так, наверное, нужно спускаться вниз. Вот, ребята, ура! Нашла я ресторан и показываю, как здесь всё выглядит. Кстати, сама смотрю в этом отеле. Я первый раз. Здесь такие декорации. Вау! Обалдеть, какие декорации это. И давайте же будем проходить. Вижу, что ресторан большой. Колонны по ресторану. Ресторан делится на такие вот секции. Здравствуйте, здравствуйте! Как вам отдых? Очень хорошо. Нравится? Нравится. Единственное, что очень многоуровневый. Уровневый отель, да? Каскадный, каскадный. Да, да, да. Отзывы плохие, много есть. Но есть что-то, что вам не нравится? Вот на вашу точку зрения. Ко всему нужно привыкнуть. Ко всему нужно. И искать именно хорошее. Позитив. Позитив, да. Вот, согласна. Море красное прекрасное, да? Первая береговая. Здесь, да. Первая береговая. Мы нашли, так сказать, свое место. Солнце. Поэтому мы замечаем. Вам огромное спасибо за отзыв. Так, спасибо большое отдыхающей. Прокомментировала нам касательно отеля. Ребята, комментарии есть разные. В большинстве своем комментарии, конечно, мягко говоря, пугающее, вот, но, тем не менее, первый отзыв про отель мы уже услышали. И давайте же будем смотреть, что здесь вкусного есть, чем вкусным угощают своих туристов. Все убирается, все протирается. И по-сладкому очень даже ничего. Также есть апельсинка, есть финики, здесь у нас овощи. Огурчики, помидорчики, перчик, разные салатики есть. Также синяя капуста. Хорошие, свежие помидоры, вот, свежие. Так, и показываю, как сам ресторан выглядит здесь. Картины такие, все такое старинное. Но, тем не менее, есть зелень, да, в горшках. Так, давайте будем смотреть здесь вот марминка. Еще там есть, да? Спасибо. Так, здесь у нас рыбка, рыбка горячая, полный мармин. Так, здесь картофель. Ну, можно сказать, что сейчас обед в разгаре. 14.30 обед заканчивается. А еще до окончания обеда получается час. Что? Овощи на пару. Также вижу тюгени, морковка, биф. Мясо с картофелем, также с перчиком и рис. Так, здесь мы посмотрели, мне подсказали, что еще в одной части этого ресторана есть мармиты с раздачей еды. Супчик один, также чашки. Хлебобулочный уголок. А, здесь ресторан делится на две части. И вторая часть, показываю, так все выглядит. Здравствуйте! И вот, вот где еще есть раздача еды. Здесь, я так понимаю, гриль. Ну, сейчас посмотрим. Такие же кресла, как и на летней площадке старые. Есть вентилятор. Здесь бар. Вижу фанта, спрайт и пепси в бутылках. Слышно, когда открывали бутылку. Здравствуйте, здравствуйте! Здесь у нас паста. Паста. И также курица-гриль, чикен. И курочка-гриль, шукран. Все, посмотрели. Гриль именно здесь. Будем знать. Посмотрим, такой ужин. А, вот еще здесь что-то должно быть. Ребята, здесь все лепешки. Чуть ли не пробежала. Здравствуйте! Лепешки горячие в печи, такие пухленькие. Так, ну, скорее всего, вечером здесь что-то будет на этих столах. И также еще один вентилятор. Есть официанты, работают, что пчелки убирают столы. Официанты, опрятная. Белый вверх, темный вниз. Так, показала обед, сама посмотрела. И сейчас буду брать тарелку и что-то вкусного себе насыпать. Даже фонтан есть посредине ресторана. Обалдеть! И вот именно здесь я и присела. Мне нравится журчание фонтанчика. Ой, какие удобные стулы! Села и куда-то провалилась. Мягкие такие сиденья. Так, ребята, показала вам обед. Сама посмотрела, взяла все, что я хотела. Разнообразие, конечно, совершенно небольшое. Но на этот момент хочу сказать, что это одна из самых бюджетных четверок в Шармадшейке. В бухте Гарденс Бэй. Я вам говорила, когда отдыхала в отеле Double 3 by Hilton, то, что бухты Шармс Бэй и Гарденс Бэй, они считаются безветренными бухтами. Отели, которые находятся в этих бухтах, будут идеальны для отдыха в зимний период. И также здесь очень красивый подводный мир, рифы. Все это обязательно будет смотреть. Ну, а сейчас давайте же покажу, что я себе взяла. Мясо, бис, также картофель, рыбку продегустировать, огурчик, помидорчик. И у меня даже есть сладкий стол, что говорится, не удержалось. Есть желе, апельсин и вот такая вот сладость. Также, когда мы выходили с вами во вторую часть, мне больше похоже, как на летнюю крытую площадку. Там очень жарко, там не работают кондиционеры, там есть вентиляторы, но эти вентиляторы, они, от них легче не становятся. Вот, в ресторане здесь внутри, в столовой здесь работают кондиционеры, здесь хорошо. Там на летней площадке, буду так ее обозначать, я вам показывала, есть бар, и то, что кола и спрайт бутылочный, это хорошо. Ну, вот, давайте со спрайта и начнем. Такая вот подача, удобные стаканчики, такие стаканчики я тоже по многим отелям видела, не маленькие. Вот, удобные, большие. Так, друзья, за ваше здоровье, также мне лед бросили, не знаю зачем, за ваше здоровье. Вкусный, сладкий спрайт. Так, и давайте же в первую очередь, мне любопытно продегустировать это мясо, как оно по вкусу, мягкое ли, твердое ли, запах приятный. Мягенькое. Мягенькое, ребята, и вкусное. Действительно, очень вкусное мясо. Я вам также всегда говорю, да, то, что когда я еду в бюджетный, да, в дешевый отель, я всегда переживаю касательно чистоты в отеле, в ресторане. Вот, и касательно блюд. Мясо обалденное, мясо очень вкусное. Что есть, то есть. Показываю, что здесь специй совершенно нету. Возможно, там какой-то перец по минимуму. Вот, также лук, перчик. Действительно мягенькое, хорошо протушенное. И что самое главное, ребята, посмотрим, какие здесь ужины. Но то, что на обед есть курица, гриль. И также мясо тушеное. Это уже хорошо. Отель бюджетный, если не дешевый. Картофель желтенькая. Посмотрим, мягкая ли она, либо твердая. В Египте как-то вот бывает по отелям, что картофель берешь, а такое впечатление, как будто недоваренное. Ну, давайте же продегустируем это. Запах приятный. Вы знаете, вот картофель, то, что я говорила, твердая. Либо это сорт такой. Понятия не имею. Я думаю, что сорт. И также любопытно продегустировать рыбку. Да, не нильский окунь, согласна. Очень тоже хорошо протушенная. Ну, рыбка сама по себе мягенькая. Запах приятный. И рыбка вкусная. Здесь специи много. Но вот то, что касается рыбки, эти специи ее не портят. Вот такой вот у меня обед. Мне приятного аппетита. И будем с вами бежать смотреть, какая здесь территория в марокканском стиле. Спустилась я до ресепшена, ребята. И хочу показать, как здесь выглядит сам холл. Сразу при входе нас встречают такие вот напитки. Детокс с огурчиками, с мятой, с лимончиками. Стекло, кстати. И я говорила, что холл здесь большой. Много человзон. Что могу сказать? Ну, интересный стиль. Вот, как вы видите, такое вот диванчики. Диванчики все старенькие. Много зелени. И также вот он условно делится вот этим вот фонтаном милым. В ресторане также фонтаны есть. Интересно задумано было. И вот вторая часть. Здесь даже пианино есть. Рояль вот такой вот большой. Так, и я так понимаю, здесь у нас лобби-бар. Здравствуйте. Лобби-бар очень светлый, большой купол. Какой? Люблю. И все в красном стиле. Вот какие диваны. Диваны тоже, конечно, такие уже потертые. Вот старые, но большие. Да, удобно в таких диванах расположиться. Вот показываю, как они выглядят. Здесь платно. Это платно, да? Это платно. А бесплатные коктейли есть? У нас есть и все бесплатные. Все бесплатные? Да, здорово. Здравствуйте. А что есть? Ром? У нас есть виски, бренды, ром, текила, водка, гель, коктейль, коктейльчики, пиво. Пиво на разлив? Это все бесплатно. Все бесплатно. А сделайте какой-то вкусный коктейль с Пешен Фоми. Он не работает. Камера не работает. Работает. Все работает. И вот так вот выглядит бесплатный коктейль с Пешен Фоми для меня. Подача идет в стекле, что нравится, несмотря на то, что, ребята, напоминаю, отель в бюджете, отель дешевый. Так, давайте же покажу, как он выглядит ближе. Здесь есть сироп, что, говорится, сделал бармен от души. Давайте его продегустируем. За ваше здоровье. Вы знаете, коктейль вкусный, но очень много алкоголя. Оказывается, это еще не весь был холл у Лопи, да? Делится он на зоны. Здесь такая вот играет музыка, релакс. И выглядит вот эта вот зона таким вот образом. Здесь тоже деревянные диваны с мягкими сидушками, живые цветочки. Есть также, вижу, маленькие светильнички. Вечером здесь будет уют. Что-то, возможно, здесь проходит вечером. Не знаю, большая плазма. Также и здесь есть напитки. Вода обычная. И вот именно здесь уже начинаются магазины. Так, ну магазины это хорошо. Здесь даже, можно сказать, своя шоппинг улица. Так, с холлом теперь уже точно все. Вышли мы на В2. Так, в какую сторону бежать? Здесь какой-то центр. Я показываю, как здесь все выглядит. Белоснежные коридоры. Также, кстати, вот тоже зелень есть в горшках. Миленько, миленько. Здесь туалеты. Какой-то ремонт, кстати. А вот здесь должен быть, да, нашла я выход до очередного а-ля-карта ресторана. И также здесь эти водопады, которые мы проходили с вами. И бассейн. Что-то красят. Уборка кипит. Как заявлено, в отеле проходила реновация в 2009 году. Здравствуйте, здравствуйте. Но, тем не менее, что-то... Привет! Что-то стараются. Постоянно вот подкрашивают, подбеливают. И на что я обратила внимание, здание здесь белоснежное. То есть нету такого вот что-то... Где-то отваливается штукатурка. Так, здесь также такие вот железные старые стулья. Показываю, как здесь всё выглядит. И давайте же пройдёмся по территории, потому что в этой части, ребята, оазис. Здесь зелени очень много, поэтому отель Шарм Плаза я отнесу к зелёным отелям. Мы сейчас прогуляемся по этой зелёной территории, утопающей просто в цветах, в пальмах, в деревьях. Ну, на данный момент хочу показать вам, как здесь выглядят лежаки. Лежаки, как вы видите, здесь тоже такие вот старые совершенно. Их здесь немного. С этой стороны 6, там 6. Напоминаю, что сейчас время обеда, поэтому все на обеде, либо же кто-то на пляже, либо же номер спать. Так, глубина метр семьдесят. И давайте будем выходить на территорию оазиса. Египет – это Африка. И отелю обходится в очень большую копеечку, содержать зелёную территорию, поливать её, эти газоны, пальмы. Поэтому, ребята, показываю вам, как эта часть выглядит. Я так поняла, возможно, это не точно, что вот в этой части больше живут итальянцы. Здесь такая вот ленивая река. Кстати, даже вода чистая здесь. Вот. И вам лето в ленту, друзья. Здесь всё это поливается. Так. Я не вижу, что кто-то живёт в этих корпусах. Вот. Как-то здесь вот совершенно пустынно в этой части. Ну, и виды здесь вы сами видите. Какие? Выходишь. И только вот ленивая река, и также зелёная территория. В отеле есть очень хорошие виды. Я вам это тоже всё покажу. На море. Кто любит компактные, бюджетные отели с первой береговой, пожалуйста, Шарм Плаза. Милости просим. Как говорится, здесь глубина 0,7 метра. Но купаться, я так понимаю, здесь нельзя. Ну, лежаков, по крайней мере, там нет. И вот вторая часть этой зелёной зоны оазиса. Здесь также вот процесс работы кипит. Стригут деревья. Ну, молодцы, ребята. Реновация была давно. Конечно, отель устал, что говорится, чуть-чуть. Однозначно, реновация в отеле нужна. Я с этим даже не спорю. Но, тем не менее, отель чистый. Всё это вам сейчас буду показывать. Уже чуть-чуть показала. Также мы были на обеде. И однозначно стараются. Стригут те же деревья. Ухаживают за пальмами. Обратно, да. Хочется в этот момент сказать, что всё это отелю обходится в копеечку. Это дополнительные руки. Всё это нужно оплачивать. Стараются. Стараются как могут. Ребята, мне каждые сутки проживания, напоминаю, будут обходиться 39 долларов. Раньше этот отель был 5 звёзд. Одну звезду убрали. Сейчас 4 звезды. И я вам показываю, как здесь сейчас. Сама смотрю. Так, сейчас мы будем подниматься на верхний этаж, там где ресторан. Hello! О, сколько воды. Кому вода нужна? Привет! Так, мы были в ресторане. Эта часть ресторана на данный момент не работает. Работает только там, где я показывала. И выходим вот к этим челлаут-зонам. Здесь, как вы видите, очень такая большая зона, где можно посидеть, порелаксовать. Также это какое-то кафе, либо же а-ля карт. Вот здесь вот также есть бар. Но этого добра здесь однозначно много. Такие вот тоже деревянные кресла, деревянные диваны. Дерево-дерево добротное. Простояло много лет и еще много лет простоит. Ну, на данный момент здесь, конечно, жарко. А вот уже вечером выйти с ресторана и здесь покайфовать будет очень хорошо, удобно. И показываю вам, как здесь все выглядит. Такой интересный стиль. Скорее всего, это а-ля карт ресторан. И даже здесь есть цветочки, зелень в таких вот горшках. Так, будем проходить с вами дальше по этим туннелям, по этому переходу, который только что красили. Зеленый. И также хочу обратить ваше внимание на корпуса. Вот белоснежные корпуса. Что сказать? Да, мебель устала, мебель старая. Но вот то, что касается корпусов, здесь их, по-моему, пять, если я не ошибаюсь. Вот то, что касается корпусов, вот этих переходов. Стараются, все поддерживают. И также показываю вам, как здесь чисто. Мы только что с вами были снизу. Я говорила, что обязательно спустимся, посмотрим. И очередной... Очередное, точнее, кафе. Много, кстати, здесь вот этих кафешек. Где-то еще снизу, когда меня ввели в мой номер, там тоже есть кафешка. Там можно заказать пиццу. Ой, ребята, касательно перекуса, я так понимаю, в этом плане здесь все хорошо. Здесь на протяжении дня постоянно идут перекусы. Несмотря на то, что это бюджетная четверка. Даже, можно сказать, одна из самых бюджетных четверок. И я вам показываю, как она выглядит. И в этот момент мне также хочется напомнить, что находится она в безветренной бухте Гарденс Бэй. Ребята, здесь соседний отель «Континенталь Плаза». Я не буду забегать наперед. Все по порядку. Так, и сейчас я хочу спуститься по этим ступенькам. Показать территорию дальше. Сама посмотреть. Да, здесь такие вот чуть-чуть лабиринты. Но территория, я говорила, она компактная. Небольшая. Она каскадная. Даже здесь вот зелень есть. Вот, кстати, это кафе, где можно заказать пиццу. Работает оно, если я не ошибаюсь, с 18.00 до 19.00. И по ценам. Биф 15, говядина. Так, здесь даже лобстер есть. Один килограмм здесь 100. 100 евро. Обалдеть. Лобстер 100 евро. Килограмм. Кому? Так, лазанья 5. Вот, я так поняла, что это кафе, пиццерия, она платная. Ну, здесь тоже вот показываю. Да, вот касательно мебели, конечно, да. Что стулья, что вот эти сидушки на стульях, сидения. Все требует реновации. Оно просто об этом кричит. Но, тем не менее, вот то, что касается корпусов, я вам говорила. И зелень. Зелень, зелень. Так, ребята, спускаемся с вами дальше по ступенечкам. Показываю, как здесь чисто. Также мы с вами встретили отдыхающую. Первый комментарий уже услышали. Кстати, мой номер находится именно вот в этой части. У меня второй корпус. Вот. И вот этой дорогой, я так понимаю, я буду спускаться до пляжа. Я все показываю вам, как здесь все выглядит. Сама смотрю. Да, кстати, я вижу уже море, ребята. Я вам показываю, да, какие корпуса, номера вот здесь ближе к морю. Вот. 11.35, 11.34. Вот. Даже видно уже, ребята, море. Ура! Мы дошли! Мы нашли! И в этот момент, ребята, я хочу сказать, что отель Шарм Плаза – это, конечно, первая береговая линия. Здесь, несмотря на то, что обед, но очень живенько. В бассейне немного отдыхающих купается. Но, тем не менее, есть еда, ребята, в поляжек. Ой, мои любимые соломенные крыши, обожаю! Здесь вот дайвинг-центр. Так, и лежачки. Что касается лежаков, здесь та же картина. Лежаки вот совершенно старенькие. Здесь, кстати, есть душевые, есть где обмыть ножки. Здесь проходит, скорее всего, инструкция касательно дайвинга. И также я вам говорила, что бухты Шармс Бэй и Гарденс Бэй – это бухты с самым красивым рифом в Шарм-Аль-Шейхе. Да, ребята, мы обязательно с вами посмотрим, какой здесь пляж. В принципе, уже частично я вам его показала. Крыши мне однозначно нравятся. Ну, а подводный мир тоже покажу, сама посмотрю. Хотя, напоминаю, что я отдыхала в отеле «Континенталь Плаза», а в «Континентале» там, конечно, рифы сумасшедшие. Снова какое-то кафе. Вижу перчик. Скорее всего, я так думаю, это должен быть мексиканский а-ля-карт. Очередной а-ля-карт. И вот здесь у нас, скорее всего, снэк. Да, вижу мармиты. Много, много мармитов. В шумгам, тарарам, бей посуду, отель платит. Так, и также вижу фиш-маркет. Что это за фиш-маркет обязательно? Это получается на пляже два снэка, что ли? Понять не могу. Хочу подняться наверх и посмотреть, что у нас здесь. Ой, и хорошо, что я поднялась, ребята. А здесь еще один бассейн. Небольшой, но тем не менее. Также есть душевые. Показываю. И вот так вот здесь выглядят номера. И я так понимаю, вот именно эти номера, вот этот корпус, он здесь самый козырный. Самые шикарные. Здесь виды просто на миллион на наше любимое Красное море. Большие, кстати, террасы. Также удобные такие вот деревянные кресла, столики. Но нумерацию номеров сказать не могу. Я ее здесь не вижу. Так, и показываю, как здесь выглядит бассейн. Он совершенно небольшой. Вот то, что касается озеленения и полива. Ребята, все поливается. Ой, так пахнет трава. Да, отелю это однозначно обходится в копеечку. И в этот момент я хочу снова напомнить, что каждые сутки проживания в этом дешевом бюджетном отеле мне будут обходиться в 39 долларов. В разгар сезона, можно сказать. Сейчас у нас ноябрь, а октябрь и ноябрь это самое золотое время в Египте на мою точку зрения. И здесь уборка. Да что ж такое? Меня интересует вот этот фиш-маркет. Я так думаю, что это скорее всего а-ля карт, который платный. Так, ребята, ну а сейчас вот такой вот дорогой чистой, да, с зеленью мы с вами поднимаемся вверх. Отель Шармплаза, как мы уже услышали, также комментарий, да, от отдыхающей. Это отель не про еду, вот, а это про море, про шикарное наше любимое Красное море, про рифы. И также то, что касается бухты, это одна из самых безветренных бухт Шарм-Аль-Шейха. Ну а мы с вами продолжаем наш путь. Я показываю, как все выглядит, уже можно сказать, да, за отелем. Вот здесь такая вот дорожка, постоянно идем прямо. Ой, прям такие скалы, как в Рас-Ум-Эль-Сит бухте. Я себя даже где-то вот на секунду представила там. Там тоже вот такие вот скалы эти. Египет, он такой Египет. Здесь должен быть аквапарк. Ребята, Шарм-Плаза – это первая береговая линия. Также есть еще Шарм-Резорт. Как я поняла, Шарм-Резорт на данный момент не работает, но туры продаются. Дело в том, что Александр мне бронировал тур именно в Шарм-Плазу. Он дороже, не намного, но дороже. Но кто бронирует туры в Шарм-Резорт, ребята, вас будут селить в Шарм-Плазу. Потому что резорт, ну, не работает практически. Кроме аквапарка, как я поняла, там ничего не работает. Ребята, вы посмотрите, сколько здесь цветов. Ай, лето вам в ленту. Ну, они не пахнут совершенно. Но красиво, однозначно. Вот я люблю в Египет лететь в феврале. Когда холодно, у нас холодно. Здесь прилетаешь и попадаешь в лето. На контрасте, что называется. И по всему Шарм-Аль-Шейху, либо Фургаде. Вот эти вот цветочки. Так, всё, я вернулась до ресепшена. Выхожу с ресепшена, ребята. И вот через дорогу у нас находится Шарм-Резорт. Это вторая береговая линия. Шарм-Плаза, напоминаю, это первая береговая линия. Так, как мне сказали, на ресепшене нужно идти прямо, потом направо. Ну, посмотрим. Я так понимаю, что вторая линия, вот уже Шарм-Резорт, она не каскадная. Ну, по крайней мере, должна быть. Сейчас посмотрим. Сейчас началась молитва. Так, дошли мы. И поворачиваем сейчас направо. Сколько зелени. И даже здесь цветочки есть. Но здесь они какие-то сухие. Да, то, что я и говорила. Шарм-Резорт. Вы видите, как здесь сейчас. Вот, ну... Да, здесь, конечно, совершенно безлюдно. Даже как-то жутковато. Люди, где вы? Я надеюсь, хоть правильно иду к этим горкам. Я уже недовольна, что пошла эти горки смотреть. Будь они не лады. Ну, кто-то тапочек потерял. Да, вот такое вот сейчас здесь в Резорте. Пальмы совершенно. Ну, отель не работает. Жалко, конечно, на такое смотреть. Ну, его. Я вернулась назад. Там так страшно. Всё развалено как-то. О, жуткое зрелище. Наверное, этот охранник меня куда-то послал. Так послал, всё называется. Либо я не в ту сторону пошла. Так, всё-таки попробую найти эти горки. Мамочки, но не обещаю. Там что-то в кущах было. Скорее всего, ящерица. Вот это я пошла так пошла. Я не туда пошла, действительно. Ребята, вот они. Что их эти горки искать? Вот эти горки. Целых две, кручёные и верчёные. Но, тем не менее, есть. И показываю, как здесь сейчас в отеле Шарм Резорт. Да, за территорию этого Шарм Резорт однозначно не ходите. Не делайте, как я. И также, ребята, вот мы можем видеть, как здесь сейчас. Да, здесь люди отдыхающие не живут. Вот, ну, как ни странно, туры продаются. И туры, кстати, продаются дешевле. Вот, поэтому те, кто покупают туры в Шарм Резорт дешевле, их селят в Шарм Плаза. Ну, таким вот образом экономия, да. Но здесь нереально жить. Я не вижу, чтобы кто-то жил здесь в этих номерах. Вот, ну, аквапарк работает. Привет! Да, и аж целых две горки. Также вот есть желающие покататься. Глубина здесь 55. Также вот такие вот детские две горки есть. Ну, тем не менее, есть, ребята. Кто горки любит, да, деткам однозначно будет весело здесь на какой-то часик забежать. Вот те же слойники. Здесь что, даже бар работает, что ли? Нет, бар не работает. Вот только Чила Удзона, летняя площадка и осталась. Да, жалко. Конечно, ну, на данный момент вот так вот. Всё, я буду возвращаться в отель Шарм Плаза. Вот, показала вам также в Шарм Резорт горки, и какая здесь обстановка сейчас. И поделилась информацией, которую знаю. А сейчас мы будем бежать смотреть мой номер, мои апартаменты. Также вот только что разговаривала с отдыхающим. Уточнила у него тоже, ну, если почаще человек ходит, да, с ребёнком на горке, видел ли он здесь людей. Люди, говорит, нет, говорит, судя по выбитым окнам, я здесь никого не видел, но его хотели заселить именно в Резорт. За 30 долларов его заселили в Плаза. Так что, ребята, тоже берите это на заметку. Вот, и это одно дело, когда вы покупаете тур, да, в Резорт, вот, а другое дело, когда вы уже покупаете в Континенталь Плаза, и чтобы ещё доплачивать 30 долларов, ну, это уже какой-то, не знаю, маразм. Это сверхнаглость. Вот, в Шарм Плаза, значит, в Шарм Плаза. Шарм Плаза, он дороже. Шарм Резорт, он не рабочий, он не работает. Поэтому, ребята, будьте внимательны касательно этого. Пришла я к своему номеру. 2219, карта ключ. Такая вот чёрная массивная дверь. Так, открываем, проходим. В номере у меня работает кондиционер. И, ой, что-то не закрывается. Так, и по левую сторону нас встречает ванная комната. Ванная комната большая, не могу её отнести к средним размерам. Была уборка, до сих пор ещё плитка не просохла. Так, большое зеркало практически на всю эту ванную комнату. И также есть гель и шампунь. Два кусочка мыла. Сантехника старая. Есть также два стаканчика для зубных щёток. И ещё два стаканчика на стеклянной полочке. Зеркало обычное, которое увеличивает. Это оно такое грязное? Нет, оно не грязное. Оно какое-то непонятно, потёртое, что ли. Так, и есть старенький совершенно фен. Старенький, да, удаленький. Работает самое главное. Туалетная бумага и здесь ванная с душевой. Такая вот шторка, кстати. Что хорошо, что шторка чистая, белоснежная. Я такую шторку припоминаю в отеле Bella Vista в Хургаде. Мы отдыхали и ещё в каком-то отеле. Сейчас не могу вспомнить. Есть крючок для полотенец. Что же касается полотенец, то полотенца белые и пушистые. Полотенца два для лица и два банных. Сантехника здесь не новая. Старая сантехника. Ванная, кстати, белоснежная даже, можно сказать. Вот так вот быстро с ванной комнатой мы с вами и закончили. Ну, в ванной комнате тоже ремонт однозначно бы не помешал. Вот эта вот старая плитка. Ну, ребята, вот как-то так. Проходим дальше. Здесь такой вот коридорчик небольшой. И деревянные массивные шкафы. Такие как дверь входная. Здесь даже есть зеркало. Во весь рост. Открываем этот старый шкаф. Кстати, есть много вешалок в этой части. Также есть сейф. Сейф, ребята, бесплатный. Много полочек. Так, и в этой части тоже две вешалки. Однозначно есть куда поставить свой чемодан. Вот, в шкафах места предостаточно. Перемещаемся по комнате дальше. И тарарарам! Мой номер, мои апартаменты. Номер большой. Номер светлый, можно сказать. И что нравится, ребята, в номере приятный запах. Я также показала вам в ванной комнате то, что плитка еще не успела даже высохнуть. Убирают в номере. Так, и сразу при входе в номер нас встречает такой вот черный сундук. Тумба для багажа, действительно, в виде сундука. Такая вот деревянная тумба. Здесь не стол, никакого мрамора нет. Открываем. Также холодильник старый. И в холодильнике даже нет воды. Эта вода была со мной. Я прихватила бутылочку маленькой воды в отеле Double 3 by Hilton. Там у меня 4 бутылки оставалось. Почему я не забрала ее всю? Вот, теперь придется либо же покупать воду, либо же бегать. Кстати, вот с этой бутылочкой ее выкидывать не нужно. Есть кулеры с водой. Здесь кафешек этих я вам показала. Благо, есть где воду набрать. Вот, ну, конечно, удобнее, когда есть бутылированная вода. И такой вот раритет, старый, совершенно старый телевизор. Самое главное, ребята, что он чистый. Мы летим в Египет не для того, чтобы смотреть телевизор. Ну, я люблю, чтобы где-то там на фоне он работал. Я иногда и звук в телевизоре выключаю. Как-то вот поживее комната, что ли, становится. А я, по правде сказать, даже не знаю, работает ли он вообще. Он даже не работает. Он здесь просто для красоты. Вот, якобы, чтобы считалось, что телевизор есть. Да, ребята, телевизор даже не включается. Ну, вот как-то так. Так, дальше тоже деревянный стол с стеклом и такое вот зеркало, светильничек. Есть мусорник, но не вижу никакого пуфа для того, чтобы наводить марафет. Конечно, дизайн этого... Это что, железо? Да, железное, вот, дизайн зеркала интересный. Так, ну, да ладно с этим зеркалом, давайте будем передвигаться дальше. А здесь у нас такая вот чиллаут-зона. Столик, кресло плетеное. Кстати, большое, удобное кресло. Я уже здесь сидела, тестила его. Ну, и абсолютно продавленные такие вот подушки в этом кресле. Два светильника также есть между кроватями. Одна прикроватная тумбочка. И две, кстати, большие односпальные кровати. Я не люблю, когда две кровати в номере. Вот, ну, здесь что имеем, то имеем. Самое главное, что белое и чистое постельное. Здесь одеяло. Также белоснежная простынка. Также две подушечки. Я, скорее всего, буду спать на этой кровати. У меня есть выбор. Две картины и такое вот деревянное изголовье кровати. Все в тон, как и эта тумбочка между кроватями. А что нравится, то, что номер светлый. Вот, и показываю, как выглядит здесь система кондиционирования. Она здесь тоже старая, как и номер, в принципе. Ребята, были отели та же Белла Виста, да, там, где в номере все железное было. Там такой стиль, в принципе, там и отель в целом в таком стиле. Там железные эти же стулья, да, кровати. Меня это тоже привело в шок. Но такой стиль отеля. Видела я также и по пятеркам такую вот точно мебель деревянную, желтую. Также видела и в некоторых отелях тоже пяти звезд в Турции. Касательно мебели, вот у меня совершенно никаких претензий нет. Нету фен не пылесос, фен старенький, но удаленький, работает однозначно лучше, чем пылесос. По поводу телевизора, согласна, да, старый еще и не работает. Можно сказать, что его здесь нет. Если бы в этот номер поставить совершенно там небольшой современный телевизор, номер в целом был бы очень даже хороший. Отель находится в бухте Гарденс Бэй. Это безветренная бухта. Отдыхала я также в отеле Континенталь Плаза. Это сосед отеля Шарм Плаза. Поэтому море и пляжи обязательно все буду рассказывать и показывать. Вот самое главное, да, преимущество этого отеля, это не номер, однозначно. Это его место расположения и подводный мир, море, пляж. А сейчас прекрасная половина покажет вам прекрасную половину этого номера. Старые шторы, но самое главное, что они чистые. И также тюль, показываю тюль, она тоже чистая. По крайней мере, приятно ее взять в руки и сделать вот так вот. Ой, сколько солнышка! Открываем эти двери и выходим на балкон. Балкон большой. Я не могу его отнести ни к маленьким, ни к средним. Действительно большой балкон, где есть место для разгона, разогнат. Такие вот, кстати, хорошие стулья темные, деревянные. Также столик, есть пепельница, светильнички. Да, ну вещи сушить нужно будет на вот этих деревянных стулах, потому что нету сушилки для вещей. Вот, и показываю вам, куда выходят мои виды. И где-то вот там, вот там, любимое Красное море. Можно сказать, что у меня виды на территорию отеля и на море. У меня второй этаж. Я также люблю вторые этажи. Ну вот хотя бы даже потому, что здесь верхушки вот этих пушистых пальм. Ухоженных, кстати, пальм. Здесь нету сухих веток. Вот, и выйти с утра на балкон, полюбоваться не только пальмом, да, солнышком, но и также любимым Красным морем. Виды мои мне с балкона однозначно нравятся. Также показываю вам, как здесь в целом выглядит территория отеля. Что самое главное, до пляжа мне совершенно будет недалеко добираться. Так, и касательно, ребята, интернета. Спрашивала я на ресепшене. Интернет есть, интернет бесплатный, но ловит он только там, где лобби. Все, по территории отеля он не ловит. Были тоже такие отели, где, кстати, и много таких отелей было у нас с вами. Интернет, работая только в холле, вот возле ресепшена, по территории не ловит. То, что он есть, это уже хорошо. В Египте с интернетом проблемы есть. Интернет в Египте дорогой. Также и в Турции интернет тоже недешевый, тоже дорогой. Наверное, в Египте даже дешевле, чем в Турции. И то, что интернет есть бесплатный, хотя бы даже на ресепшене, это уже хорошо. Позвоните родным, когда мы приедем в отель, будет возможность. Показала я вам свой номер, свои апартаменты. Также показала вам территорию отеля. Показала обед. На этом я буду заканчивать сегодняшнее видео. Ребята, комментируйте, что понравилось, что не понравилось. Кто отдыхал в этом отеле, что вам понравилось, что не понравилось. А я напоминаю, что у нас есть новый канал Ксюша Александр про туризм. Обязательно подписывайтесь и туда. Ставьте ваши лайки, дизлайки, комментируйте. Вам всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok